Приветствую, друзья! С вами Егоров Артём, и сегодня мы разберём задачу из ОГЭ по информатике под номером 2. Это задача на тему логические выражения. И нам необходимо узнать, для какого из приведённых чисел ложно будет следующее высказывание. Не, число делится на 6 или число больше 30. Первую часть этого выражения можно перефразировать как число должно быть не кратно 6. Давайте я так его и выпишу. Второе высказывание у нас так и остаётся, больше 30. Давайте я выпишу наши числа здесь. И заполним такую табличку. Мы будем ставить в ячейку единицу, если высказывание истина для этого числа, и нолик, если ложно. Спрашиваем, 51 не кратно 6? Да, это верно, поэтому ставим единичку. 56 не кратно 6? У него также будет остаток определения на 6. То есть мы ставим единичку. 14 не кратно 6? Да, не кратно 6. 30 не кратно 6? А вот это будет ложь, потому что 30 на самом деле делится на 6. Затем, 51 больше 30? Это верно, поэтому ставим единицу. 56 также больше 30? 14 больше 30? Нет. И само 30 не больше 30, поэтому также ставим 10 ложь. И осталось нам выполнить вот этот союз или. Он обозначает дизюнкцию или логическое сложение. Напоминаю, дизюнкция истина тогда, когда хотя бы одно из значений истина. К примеру, в первом наборе у нас с вами две истины. Раз хотя бы одна из них есть, поэтому набор будет истинным. То есть ставим сюда единицу. Наш результат. Затем, в следующем наборе, опять же, встречается хотя бы одна истина. Поэтому будет истина. В следующем наборе у нас тоже есть хотя бы одна истина. А вот в последнем наборе ни одной истины нет. То есть у нас два раза ложь. Поэтому ответ будет ложный. И, соответственно, в задании нам необходимо найти число, у которого будет ложное это выражение. И у нас только получается 30 дает ложный результат. Поэтому ответ под номером 4. На этом решение данной задачи подошло к концу. Вопросы в комментариях. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!